Здравствуйте! В эфире проект телеканала Беларусь-4 «Школа жизни». Зима всегда приносит огромную радость детям и их родителям. Солнце, снег и лед, санки, лыжи и коньки. Но распространенные зимние травмы могут омрачить хорошее настроение и радость детей и их родителей. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних забав помогут простые правила. О них сегодня в программе. Чрезвычайные ситуации происходят в любую пору года, но зимой они имеют свои особенности. И сегодня мы об этом поговорим. Зима – это классное время, но очень важно к этому времени быть хорошо подготовленным. Зима – прекрасное время года, но подготовиться к ней нужно заранее. Запастись правильными продуктами, настроиться на здоровый образ жизни, не потерять двигательную активность. Подумайте о зимних забавах. Зима – это особенное время. И нам обязательно нужно учесть все ее особенности. Подготовка к зиме – очень популярная фраза. Даже есть пословица такая – готовь сани летом. Скажите, пожалуйста, должны ли в семье готовиться к зиме? И если да, то как? Зимой меняется все. Меняется количество солнца, падает настроение. И если нет снега, все становится совсем грустно. Надо много одеть одежды. Очень тяжело настроиться на рабочий лад. Но зима – это неотъемлемая часть. И время года нам нужно подстроиться. Надо избежать болезней, избежать травм. И настроить взрослым всю семью на хорошее времяпрепровождение. Очень полезное рациональное питание зимой очень важно. Потому что зимой меняется двигательный режим. И очень важно, чтобы в рационе детей и взрослых, конечно, были и свежие овощи, и свежие фрукты. Конечно, нужно подготовить дом к зиме. Отопительный период. Значит, все убрать лишнее с батареи, отопительных приборов. Надо подготовить одежду. Легко проникало. Но при этом, чтобы хорошо проветривалось помещение, не забывать об этом. То есть отремонтировать окна. Все надо подготовить заранее. Ну и, конечно, подготовить одежду. Смешно ожидать в осенней куртке, что минус 20 насменет. Нет, будет холодно. И надо подготовиться заранее. Скажите, а дают ли в школе родителям какие-то рекомендации по подготовке к зимнему периоду? Мы больше работаем все-таки с детьми. А те моменты, которые могут возникнуть в зимний период, касаемо безопасности, конечно, даем рекомендации родителям о том, как предупреждать детей по поводу поведения вблизи водоемов. Ни в коем случае не выходить на тонкий, опасный лед. Работаем с детьми по поводу травматизма, когда гололед на улице. То есть на уроках физкультуры немножко учимся правильно приземляться. Если вдруг нужно упасть, то как выставить руки вперед, сбоку, как падать назад. Благо в спортивном зале это можно все. На уроках гимнастики она как раз начинается. У нас в ноябре это все можно отработать и немножко детей к этому подготовить. Работаем над тем, как нужно одеваться по погоде, потому что часто вот не то, что приходится наблюдать, а сами родители вот сейчас поступают, мне кажется, очень неправильно. Когда, приводя детей в школу, заходят в гардероб, ребенка садят на скамейку, сами начинают его зашнуровывать, расшнуровывать, застегивать, завязывать шарф. Мне кажется, это очень неправильно. К вам, родители, огромная просьба. Не балуйтесь, не создавайте оранжерейные условия, потому что ребенок этому должен научиться сам. Как ему правильно одеть всю свою одежду уже в школьном возрасте. Потому что у них опять-таки будет прогулка в продленке, у всех первоклассников продленка, и без родительской помощи будет эта проблема. Как правильно заботиться о здоровье ребенка в зимний период? Всячески ограждать от холода или наоборот закалять? Закалять ребенка надо круглый год. Вдруг вспомнить зимой, что нужна закалка, это немножко неправильно. Но зимой надо соблюдать определенные правила. И, как ни странно, одно из самых основных правил – это не перегревать ребенка. Именно зимой больше всего перегревов, перекутываний детей. Родителям маленьких детей я хочу сказать, что помните, что температура в коляске все-таки на 5 градусов выше, чем в окружающей среде. И если на улице минус 5, и мама, которая стоит рядом с коляской, она мерзнет, то у ребенка в коляске ноль. Обмен веществ у младенца в 3 раза больше, чем у взрослого, и он согревается. Ему там комфортно. И лишние слои одежды, они мешают. Мешают дышать, мешают получать кислород. И перегрев детям вредит гораздо больше, чем переохлаждение. А какие необходимые изменения нужно внести в гардероб ребенка и в режим его питания? Каждая семья, конечно, подбирает гардероб по тому, какой образ жизни ведет семья и ребенок. Но общие рекомендации такие. Одежда должна быть легкой, не сковывать движений. В этой одежде ребенок должен пробежать, присесть, упасть на снег, немножко поваляться. И чтобы не было нанесено значительного ущерба семейному бюджету, не надо ребенку шубы из натуральных мехов и сдувать с него пылинки и говорить, что здесь ты выпачкаешься, а здесь что-то ты порвешь. То есть разумная одежда, которая должна быть удобной. Ну и, конечно, обувь. Правильная обувь. Это устойчивая подошва, хороший протектор, чтобы не промерзала нога, но при этом по размеру и не очень тяжелая. Я вот вижу по детям, которые играют, еще и по своим очень важны стельки, на самом деле, чтобы были достаточно хорошие в обуви, несмотря на всю крутизну, даже самой обуви. И второй момент, это, конечно, перегрев ребенка, когда он играет, например, на улице. Часто вижу, когда мамочки выходят с детьми, маленькими, да, если со своим хожу, дети одеты очень тепло, и они запрещают им двигаться по улице, то есть бегать. То есть они как-то выводят, ну что, ходить с мамой, что ли, за ручкой. Да, не бегать, ты вспотеешь. То есть что ему делать? То есть выйти там, ходить как в садике кругами, то есть немножко странные такие задачи ставят перед ребенком, которому нужно время, чтобы побегать. Но, соответственно, он должен быть нормально одет, потому что он немножко побегает, он реально вспотеет, его потом реально продует, он реально потом заболеет, да. То есть поэтому одежда очень важна, на самом деле, как бы нужно пристально обратить на это внимание. Зима – это холодное время года, очень важно все-таки не перегревать ребенка, особенно выпуская его на улицу, особенно когда идешь играть, не просто в школу туда и обратно, а именно когда идешь играть, чтобы просто не застудить по своей собственной вине. Нам надо научить детей наших одеваться по погоде и понимать, что холод, он действительно опасен. Забытые дома перчатки, не одетые под штаны, под штанники могут привести к очень печальным последствиям. Лучше это все-таки проговорить с детьми, может даже слегка потренировать, попробовать хотя бы пять минут побыть без перчаток в мороз, да, потом все-таки ходить и почувствовать, как это все-таки хорошо, и данные вещи люди придумали не зря. Хочу еще отдельно обратиться к бабушкам. Мы живем в 21 веке, и сейчас новые технологии позволяют создавать новые материалы. И даже в минус 20 детская одежда может очень странно, на ваш взгляд, выглядеть. Это может быть первый слой одежды, термобелье, майка с длинным рукавом и какие-то штанишки типа лосины. А следующий слой одежды – это комбинезон. Он тоже не будет толстым, в нем не будет меха, но в нем будет специальная мембрана, которая не позволит телу остыть и перегреться. И если к этому еще комплекту тоже со специальной термомембраной будет обувь, она тоже будет выглядеть как будто это резиновые сапожки, легкие, без меха, без утепления. Но ребенку в этом будет комфортно, тепло, сухо и легко. Не надо пугаться, всегда надо оценить ребенка после прогулки. Если у него теплая спинка, значит, он не замерзнет. А руки и лицо имеют право быть холодными. А какие изменения нужно внести в распорядок дня? Просыпаемся, еще темно, да. То есть, и, ну, не знаю, это надо психологически перестроиться к этому, к тому, что придется вести активный образ жизни, даже когда темно. Даже когда идем мы в школу и идем из школы. И здесь вот важно упомянуть, что в темное время у нас подстригает, какая опасность. Это дорога. Пликер. Самое первое средство в профилактике того, что мы вдруг... Станем заметными в темноте. Вдруг не станем заметными в темноте. Поэтому я считаю, что зимой еще раз надо родителям обратить внимание на этот элемент бижутерии или одежды. Аксессуар. Да, аксессуар. В утренний период, когда температура на минусе хорошем, то здесь может быть и дорога скользкая. Здесь уже определенные правила поведения, как идти по скользкой дороге. Здесь нужно однозначно родителям это учитывать и рассказывать, комментировать, как нужно двигаться и так далее. Ну и вечером, когда дети возвращаются из школы, дети разного возраста, и они, многие, возвращаются самостоятельно. Здесь обязательно нужно рассказывать по дороге, какие могут быть ситуации возникнуть. И тут же дорогу перебегая, да, и если рядышком возле школы есть какие-то водоемы, почему туда нельзя идти, что может произойти. И самое важное, вот это вот родительские запрет постоянно, он еще больше детей притягивает. Поэтому здесь нужно не запрещать, а нужно рассказывать последствия, что может произойти, если ты будешь бежать по скользкой дороге или снежками бросаться, кидать в голову, что может произойти. Или почему ты там пойдешь на водоем и чем это может закончиться. Ну и при этом очень важно рассказывать, как вести себя, если ты в эту ситуацию попал. это очень важно. Насколько велик риск простудных заболеваний и как этому противостоять? Во-первых, меняется двигательный режим. Мы меньше гуляем на воздухе, нам хочется в помещении. Конечно, многие люди меньше выходят на воздух, и поэтому в помещениях нас скапливается больше. Соответственно, не очень любят проветривать помещение зимой. здания охлаждаются, поэтому вирусы и бактерии, а в основном вирусы, очень любят эти непроветриваемые, влажные помещения, где бывает много людей. Второй момент. Мало солнца, конечно, меньше улыбок, ну и свойства организма защитные, немножко меняются. Нужно не забывать много пить, рационально питаться, рассмотреть вопрос, может добавить рыбий жир в рацион, потому что не хватает солнышка, сделать профилактические прививки против гриппа, ну, а вечером, согревая всю семью теплым чаем, не забыть, что горячая жидкость приводит к ожогам. К сожалению, зимой ожогов становится бытовых опять много. И мы просим родителей, соблюдайте правила безопасности. Медицина раздает уже зимние памятки, где мы просим родителям поговорить про лед, про пиротехнику и соблюдать правила и культуру потребления теплых напитков. Мы говорили о прогулках, что их становится меньше. На самом деле, в общем-то, что меняется? На мой взгляд, ребенок очень адекватно чувствует, когда он замерзает, даже если замерзает, да, ну, а с другой стороны, мы всегда понимаем, что часа полтора, час минимум, полтора, это очень нормально и комфортно для маленького ребенка. В чем же заключаются основные правила поведения детей в зимнее время? На что родители должны обратить внимание прежде всего? Зимний период действительно наше любимое, одно из любимых времен года. Вот дети очень любят снег, когда действительно очень много снега. Это и снежные бабы, это разные, различные игры, это и катание на санках, это катание на коньках, лыжи и так далее. Но при этом, при всем этой любви, если все-таки неосторожно как-то двигаться, какие-то делать действия, происходят чрезвычайные ситуации. Поэтому здесь родителям, прежде чем отправить ребенка на прогулку или там самостоятельно, или с ним пройтись, нужно объяснять. Ну, в принципе, это должно объясняться уже с самых ранних лет. Ты вот с двухлетним, с трехлетним ребенком гуляешь, проходишь по ручке, да, за ручку и объясняешь, что такое сосулька, что такое снег, почему там, допустим, когда ребенок уже повзрослее, почему нельзя там снежками бросаться там или как-то толкать друг друга, да? Почему нельзя под крышей идти, под самой крышей? Конечно, чем это может закончиться? Чем опасен водоем? Почему нельзя там проверять лед, топать ногой по леду, да, что береговая, береговой лед, это очень опасно, и ты только ступишь, если начинает трещать это уже, или там где-то какие-то места заснеженные, или возле кустов, чем это может закончиться? То есть постоянно разговариваешь с ребенком, ему это объясняешь. Еще обращать внимание на то, в каком состоянии дети во время прогулки. И цвет лица часто свидетельствует о том, несмотря на, казалось бы, такую, несильные морозы, но тем не менее, легкий ветерок, могут дети обморозить часть носа или щек, поэтому тоже надо обращать внимание, какого они цвета. холодовые травмы встречаются и у детей. Бывает так, что заигрались, была такая увлекательная игра, что ничего не чувствовали, ничего не понимали. Ваш ребенок вернулся с прогулки, и вы видите, что на фоне красивого зимнего румянца есть белые пятна. Главное не переусердствовать. Кожа должна согреться, но постепенно. Поэтому самое простое это приложить теплое, сухое полотенце к щечкам и дать температуре выровняться постепенно. Да. Нельзя растирать, нельзя мочить, надо дать время. Ребенка можно согреть, просто укутать одеялом, дать теплое питье. Очень хочу обратить внимание на руки. Ноги, как правило, находятся в тепле, и если ребенок двигается, ноги не замерзают, а руки, если забыли варежки, замерзают очень часто. Поэтому руки тоже вымыли теплой водой и согрели сухим теплом. Не надо на батарею, не надо опускать надолго в горячую воду сухим теплом и выпить теплого чая. Не забываем про профилактику ожогов. Будем повторять это в зимний период все время. Не надо бояться детского переохлаждения. Если ребенок немножко замерз и вернулся весь такой прохладный, запустите его в теплый душ, в теплую ванну, ненадолго. Опять-таки, сухое тепло и теплый чай. Подбадривающие хорошие слова, и все будет хорошо. Сейчас многие родители послушали и подумали, уж лучше я совсем на улицу его выпускать не буду. Пусть сидит дома, никаких игр на снегу на свежем воздухе. Ситуация такая, которая вряд ли будет в какой-то семье, хотя с появлением гаджетов это проще гораздо. Вопрос в другом, что ребенку двигаться нужно. Представим ситуацию, ребенок выходит первый раз, и что он делает? Он обязательно побежит, но он обязательно будет падать, так или иначе. Вопрос в том, что хорошо бы это ему показать. Просто пойти с ним, с маленьким, я так подозреваю, что так, наверное, большинство и делает, и научить его кататься с горки. А если мы говорим о более взрослых детях, то, конечно же, сейчас заливаются катки их. На этих катках оттуда не выгнать ни детей, ни взрослых. Собираются там ледовые команды, играют, и хорошо бы это делать опять же вместе с детьми. Мы не исключаем другие игры на снегу, крепости, снежки, это все круто. Но это все круто было бы еще лучше, если бы опять же родители тоже были как-то там, как-то там вместе. Вместе с детьми. Мы говорили о том, что бросать в голову, например, снежки, это достаточно опасная затея, занятие. Ну, когда смотришь на детей, ну, пока это не произойдет в жизни, как-то пока до фонаря. Вот и нужен кто-то, кто бы мог это как-то корректировать, эти моменты. Ну, и в конце концов, это же просто самому прикольно и весело, побросаться. Классно? Уважаемые взрослые, побудьте во время зимы немного детьми. Пока есть возможность, надо пользоваться. Можно очень хорошо использовать это время, чтобы научить детей стоять на лыжах своих, да, в том числе. Благо, на сегодняшний момент есть очень простые дешевые пункты проката. У нас, на самом деле, очень много возможностей классно проводить время зимой, но ими надо просто пользоваться. Но сделать это нужно и предусмотреть обязательно одежду и обувь. Спортивные вещи, которые адаптированы под зимние виды спорта. Вообще, надо сказать, что физическая активность детей очень хорошо сказывается на их интеллектуальном развитии. И каждый новый вид движений, который осваивает ребенок, дает толчок к его интеллектуальному развитию. Поэтому очень важно детей в дошкольное время научить кататься на лыжах, научить кататься на коньках. Это меняется центр тяжести, изменяется механизм удерживания равновесия. Это задействуются новые группы мышц. Это очень важно для развития и физического, и интеллектуального. Поэтому все... Ознакомить ребенка с зимними забавами очень важно для родителей. Зимние забавы детей очень разнообразны. Как мы уже говорили, это катание на санках, на лыжах, это просто прогулки на свежем воздухе, постройки различных зимних фигур и так далее. Но при этом нужно всегда помнить о безопасности, о правилах безопасного поведения, чтобы эти игры, эти забавы не привели к каким-либо травмам и, не дай бог, конечно, гибели детей. Поэтому здесь нужно всегда помнить родителям, в первую очередь, нужно всегда знать, где твой ребенок, чем он занимается, насколько вы его обучили или поговорили с ним, что нужно делать в той или иной ситуации, чтобы быть спокойным, что отпуская на улицу, во двор с санками или с лыжами вокруг дома, покататься или с горки с санок спуститься, вы будете уверены в том, что это не приведет к каким-либо травмам. Ни в коем случае запрещать не нужно, нужно просто правильно объяснять и всегда быть примером для своего ребенка. Наши новогодние праздники, преддверенного года, оно не обходится без самых элементарных, таких мельчайших, пиротехнических, если можно так назвать, изделий. Это, допустим, бенгальские огни, это хлопушки, не говоря уже дальше и дальше. Так вот, в элементарной хлопушке есть частицы порха, и когда срабатывает хлопушка, частицы порха, мы можем это видеть, как маленькие искорки разлетаются, он может попасть на волосы ребенка, на какую-то легкую одежду синтетическую, которая может пропалить, и если вовремя не сработает, то может это и загореться. А если говорить о серьезных пиротехнических изделиях, то пиротехника в руках детей однозначно до поры до времени приведет к различным травмам. И мне печально смотреть, когда ты идешь по улице, идут дети вместе с родителями, тут же ребенок берет бомбочки, я не знаю, фитарды, взрывают, кидают чуть ли не родителям под ноги. Я не могу мимо этого пройти, я делаю замечание родителям, что вы делаете, почему вы позволяете. Родителям нужно всегда помнить, что правила безопасности нужно изучать совместно. только совместное изучение, обучение приведет к дальнейшему, хорошему, правильному поведению вашему ребенку. Не забывайте, что зимой очень важен двигательный режим. Не надо впадать в зимнюю спячку, мы не медведи. Гуляйте, используйте каждый светлый денечек, используйте выходные дни, обязательно светлое время суток для прогулок, совместных прогулок. Более разнообразно питайтесь. и обязательно свежие овощи и фрукты. Проветривайте помещение и не забудьте про прививки. Уважаемые мамы и папы, будьте всегда везде примером для своих детей и учитесь вместе жить безопасно. Дорогие родители, несмотря на то, что день стал короче, а ночью длиннее, это не повод сидеть дома, это повод выйти на улицу и вместе с детьми поиграть, пользуясь тем, что пока еще лежит снег. Дорогие родители, любите своих детей, заботьтесь, продумайте зимнюю безопасность и ее особенности. Уважаемые родители, от вас зависит то, будут любить ваши дети зимой, или нет. Пусть она станет для них любимой порой года. Уважаемые родители, формирование сознательного поведения процесс длительный и состоит из многих вещей, которые иногда нам почему-то кажутся мелкими и несущественными. Возможно, многим и зима кажется такой мелочью, которая пройдет сама собой. Но помните, не бывает мелочей в тех случаях, когда дело касается наших детей. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова